Всем привет! Я подаю признаки жизни. И дальше идут не слова «я снова жива», а слова, которые звучат так. Я решила создать уже свои собственные эмоции, так сказать, которые я могу поставить на фон как свою реакцию. И сегодня мы будем реагировать на сериал «Немая». И угадайте, кто автор. Да, Гача Стори. Та самая, которую выкладывала сериал «Нелюбимая матерью уродка». На счет три мы снова начнем страдать. Раз, два, три. Извините, но можно я возьму одного ребенка? Мне надо его проверить. Конечно. Через пятнадцать минут. У меня есть одна плохая новость. Вы меня уж, конечно, извините, но меня за кадром порвало. Ваша вторая дочь, она немая. Мне очень жаль, что так получилось. А как она ее вообще проверяла? Она же вроде спала и до сих пор спит. Мысли папы. Я как понимаю, это мать сказала, да? Но как же так? Но как же так? Такого не должно было быть. Все возможно. Мысли мамы. Нет, наша дочка что, не сможет разговаривать? Вам врач сказала, что она немая, так логично она в жизни не заговорит. Так нафиг ты вообще спрашиваешь, типа, наша дочь не сможет говорить? Так почему она тогда была с открытым ртом? Нет, я не позволю. Я всегда буду любить свою вторую дочь, даже если она и не мая. Спустя пять лет. Ты сначала научись хорошо относиться к своей сестре. Тогда мы тоже тебя будем любить, так же, как и ее. Эта дура никогда не станет моей сестрой. А папа вообще ничего нифига не делает, кроме того, что ходит и обанкрачивается. А еще... Обанкрачивается, боже. Соткни свой рот. Фига она ее пнула, конечно. Уродина, и вообще, ты наказана, иди в угол, в коридоре. И сюда не возвращайся. Не плачь, моя солнышко, все будет хорошо. Через еще плюс десять лет. Девушки отдыхают, друзья. Слушай, дай вечер. Кушать, что ли, хочешь? Вот, держи еду. Она вообще до обеда с таким завтраком не дотянет. Маман, есть что пожрать? А то ты меня уже год не кормила. Какой к черту год ты че? Вот, держи. Нифига она ей, конечно, завтрак подкинула. А откуда у нее вообще ноты появились? Ах, да, это жигача логика. Мысли мамы, как же мне эта Сара раздражает. А вот Харука, она очень хорошая, хоть и даже не, и, и, не, хоть она и не, хоть она и не Майя. Что? Она где-то секунд десять вспоминала это слово. Но все равно она намного лучше своей сестры. Она хотя бы не так сильно и возмущается, и капризничает, как эта Сара. В комнате у девочек после школы. Мысли Сары, как все меня задолбало, это уродка. Но ничего, сегодня я ей вечером отомщу. За что конкретно ты че? Сейчас пока что я себе изменю прическу, а то вообще какой-то ужас мне мама сделала. Ни фига она, конечно, нарастила волосы. А ну, уродка, а ну подойди-ка сюда, немедленно. Мысли Харуки. Что от меня эта дура хочет? Ну, мне кажется, что она хочет меня побить. Ну, ладно, зато меня пожалеет, чем эту уродку. Гениально. 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 Вой, какие гладиаторские бои. А это долго будет продолжаться? Я вообще задолбалась. Извините, что я так делаю, просто мне так легче. Она уже настолько крутая, что просто завертелась и сделала сальтуху. Хи-хи-хи. Хи-хи-хи. Теперь я тут буду главная, а не эта уродка. Мысли Харуки. Блин, зря я это, наверное, повелась. Ну, ладно. Зато обо мне больше заботиться, чем о этой дуре. Что тут у вас, что тут у вас происходит? А чё ты так поздно подошла, а? Почему Харука такая избитая? Это всё ты виновата, уродка. Зачем ты вообще только родилась? Мысли мамы. Вот от кого, от кого? А от тебя я, Сара, такого не ожидала. Это было вполне осидаемо. Она была такой с детства. Лучше бы ты вообще не рождалась. Лучше бы только бы Харука родилась. Ну, уж извини. Но сколько детей у тебя родится, это уже зависит от того, сколько глистов введёт твою яйцеклетку. Ну, и что, что она немая. Всё равно бы мы её понимали. А эта уродка вообще никакая неудачница. Фу, фуфланёна. Мысли папы. Сара, ты больше не будешь нашей дочерью. Ты будешь нашей служанкой. Ну, уж извини, папаша, не получится. Это 151-я статья РФ. Я принесу сейчас одежду. Да опять эти ваши кувыргания. Я всё же задолбала. Всё, я сваливаю отсюда. 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 Харел уже рыдать, уродка Быстро поднялась Одела костюм Служанки и быстро убралась В комнате нашей дочери Во-первых, почему тут так много неправильных ударений А во-вторых, откуда у нее костюмы у служанки Да господи, да что мне такая пытка Да она из нее вару сделала Спасибо вам большое Топ-5 неожиданных отцовок аниме А кто слышал молодец Всем пока! Пока-пока! И да, подпишитесь на канал Пожалуйста, если вы хотите Чтобы вышли еще новые мини-фильмы С участвием Гача Лайф И в мини-фильм Немая Пока Ну как всегда Опять сегодня супер-пупер нелогично Я чуть не сдохла Ну короче, как и говорил Мы все страдали Ну на этом все Спасибо всем за просмотр Удачи!